всем привет наконец-то я нашла время чтобы сесть и рассказать вам все 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 что накопилось все что хотелось бы сказать сразу после роддома но не было времени возможности в общем и сейчас я собралась с мыслями села нашла время пока у нас папа с дочек гуляют на улице я решила все-таки записать вам такое видео и рассказать все что так давно уже хотелось рассказать в общем естественно я это видео начну с того что сообщу вам имя нашей дочери имя мы не сообщали в предыдущих влогах не потому что это какая-то большая тайна или это секрет как уже многие там начали думать и пару людей даже написали в комментариях что якобы мы из этого делаем какой-то секрет на самом деле нет все просто после роддома если честно первый день естественно я просто не хотела сообщать имя ребенка потому что мы хотели сами еще прижиться к этому привыкнуть чтобы доченька пожила с этими меня но в конце концов просто было не до этого чтобы там сразу кричать во влоге имя там рост вес и так далее я отходила от родов мне действительно нужно было время чтобы вообще прийти в себя понять что происходит потому что это совершенно новый этап нашей жизни надеюсь вы меня правильно поймете но собственно потом нас просто влоги выходили с опозданием они сейчас выходят на с опозданием кто следит за нами в инстаграм знает что сейчас у нас уже другие события происходят вот а влоге просто доходят потому что вот как только мы нашли возможность монтировать и выставлять собственно ну так ты получилось у нас ну давайте наверно начну естественно с имени как же все-таки зовут нашу доченьку нашу дочь ему назвали авелина мне очень понравилось это имя авелина это не эвелина это вот авелина но самостоятельное имя у которого сокращение но может быть если только кто-то захочет ава или лина моя мама зовет ее лина линочка но все-таки мы склоняемся к тому что это авелина и мы зовем ее авелиной как я нашла это имя многие спрашивали чтобы я рассказала как мы назвали и именно почему так и где я нашла это имя сразу скажу что с этим именем раньше я не сталкивалась я сама впервые узнала это имя только тогда когда искала его по справочникам по словарям и наткнулась на один сайт на котором более 10 тысяч имен если я не ошибаюсь вот и мы с мамой дошли до полутора тысяч имен на букву а это только на букву а ну вот если честно у меня было такое желание назвать ребенка на букву а коли было без разницы на какую букву а вот и мне почему-то нравится именно на букву а не потому что я алиной на букву а и моя дочь должна быть нет ну просто как так появилось что мне понравились имена на а и я всегда хотела чтобы имя было звучно и что это типа каролина или александра но эти имена мне не нравились поэтому я полезла на этот сайт искать и собственно там очень много имен разных народов разных стран и это имя мне понравилось тогда когда мама мне выделила 5 мин которые ей бросались в глаза когда она пролистывала страницу и на очередной раз присылает мне несколько имен которые она выделила до этого мне никакие не зацепляли а вот в очередной раз среди этих пяти имен была авелина которая сразу меня зацепила и я себе на уста его намотала собственно вот ходила мозговала мозговала были еще варианты назвать доченьку эмилия это предложил коля но мне не нравилось сокращение эмилия знала что ее буду звать эми эмили но это как-то сильно не наше имя и мне казалось что это перебор потом у нас был вариант назвать доченьку варвара давно дело в том что мне действительно очень нравится имя варвара но кто знает у нас собачка с именем варя варвара поэтому как бы это было бы немножечко неуместно если бы мы назвали еще и дочь варварой вот поэтому мы эту идею конечно отсекли хотя несколько дней я жила с этой мыслью может быть ничего страшного если будут звать варе или варвара но все таки потом решила что нет это перебор вот потом мне нравилось еще имя алиса какое-то время оно на букву а но она не такой звучный как я хотела так и что мы еще рассматривали софия мы еще хотели назвать у нас был вариант он был самый первый давнишний а еще когда наши друзья назвали свою дочь софия у меня тогда был этот вариант голове мы наверное сколько года три жили смысле что у нас будет софия но потом как то знаете вот со временем к родам я передумала почему-то мне разнравилось это имя лишь из-за того что дочь могут все сокращенно звать соня а соня мне не нравится имя поэтому но вот софия красиво соня как-то уже не то кажется это вот другое имя на мой взгляд поэтому собственно я и не рассматривала это имя вообще вот но мы естественно решили наверное как большинство семей что при рождении я посмотрю на ребенка и собственно сразу пойму на кого она похожа на какое имя какое имя не подойдет согласую это естественно с коли обязательно и мы так и назовем собственно так и получилось когда ее родила первые сутки я смотрела на нее не отрывая глаз и думала на кого же ты у меня похожа честно она была вообще не варвара она была в общении мили и вот в конце наверно второго дня и к вечеру я абсолютно точно решила для себя что она похожа на авелину и когда отправила фотографию мужа то он посмотрел и я у него спросила ну что на кого она похожа и он мне написал на авелину в общем вот так совпали наши с ним точки зрения и мы назвали нашу доченьку авелина наша доченька родилась 50 сантиметров и вес составлял 3 килограмма 50 грамм вообще у нас какая-то магия цифр магия чисел произошла при рождении дело в том что наша доченька родилась много раньше чем вы думаете потому что опять же я повторюсь в логе выходили с опозданием мы просим за это конечно прощения но во время беременности так получилось что влоги выходили немного позже чем я планировала не так всегда во время как я хотела поэтому собственно и рождение ребенка сдвинулась тоже на месяц во влогах поэтому наша доченька родилась 30 июля в инстаграм не абсолютно правильно написала кто-то меня там поправлял но нет я не ошиблась в цифре и да мое день рождения 29 июля а день рождения у дочи 30 июля и эта история очень очень забавная как рождалась наша дочь я вам уже в принципе рассказывала в предыдущем видео про роды кто не смотрел давайте оставлю вам подсказку можете посмотреть кто еще не видел собственно получилось все очень забавно мы вам рассказывали до что 29 июля когда мы собственно не подразумевали что завтра я вообще буду рожать колья с вечера просто поговорил с дочерью животик и сказал дочь ну мама уже устала ходить давай вот 30 хорошее число давай завтра вот вещички там своей пакуй собирай и на выход прям завтра мы тебя ждем и вы не представляете через какое-то время через несколько минут или через час или в течение часа она мне так сильно ударила в живот я никогда не чувствовала такой толчок и вот в этот раз он был настолько сильный что я прям вскрикнула и позвала колю говорю коля она меня так сильно ударила что я просто даже сама не поверила в это что она так может сильно ударить я уже слышала истории подобные о том что дети так делают перед рождением что они очень больно как бы стукают толкают ножками в бок там или вверх да то есть под грудь маму и потом собственно выходит но у меня была такая история что авелина толкнула меня и собственно и на следующий день она у меня начала уже рождаться утром вот я почувствовала что что-то не то и днем я ее уже родила вот так что родилась она у меня небольшая родилась она маленькая быстро родилась без проблем слава тебе господи я не перестаю благодарить господа и богородицу за то что родилась такая маленькая хрупенькая хорошая девочка которая уже похоже на нас и которая уже показывает свои черты характера и так далее вот значит что еще интересовало по знаку зодиака она наследие если интересно так же как и я собственно но теперь мы будем справлять дни рождения и сначала мой потом ее но объединять никак не будем потому что коля мне говорит вот давай будем объединять дни рождения я говорю нет это абсолютно сразу нет потому что мой день рождения будет взрослый и день рождения будет детский значит что еще интересовало вас среди вопросов по поводу бабушек по поводу бабушки 2 наши бабушки она видела ребенка просто мы не снимали в тот день они встретились когда мы приезжали к моей маме сразу саянск она приехала и естественно увидела свою внучку привезла кучу подарков цветы то есть ну собственно все как полагается поэтому не переживайте они виделись просто мы не снимали дело в том что первый месяц у нас выдался довольно таки трудный в плане привыкания и моего и вообще всех потому что это новый этап мы все привыкали к образу жизни теперь и другие ночи теперь другие дни и это не то что было раньше теперь да понятно что мы живем теперь не втроем просто с варюшкой уже вчетвером поэтому первый месяц шла адаптация и кормление и сон и и все 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 вот такое вот знаете домашние хлопоты поэтому камеру брать в руки дома ну это просто нереально было тем более что там снимать какие-то такие вот моменты у меня рук нету а коля у нас постоянно занят тем что принеси подай унеси там или помоги или съезди купи что-то поэтому он тоже не готов был снимать именно вот в тот момент как раз это было но в тот день мы просто не снимали но поездку саянск конечно мы снимали и вот когда у меня рука есть свободная естественно беру камеру снимаю но вот тогда не удалось нам запечатлеть так что поверьте нам на слово сейчас мы готовимся к крещению авелины мы хотим ее покрестить и приняли решение крестить ее в храме богородицы в саянске в моем родном городе потому что покровительница наша это именно богородица пресвятая богородица поэтому мы решили однозначно что поедем туда крестить но сейчас в свете опять продолжение вот этого коронавируса я не знаю как что будет и мы очень надеемся что мы успеем ее покрестить потому что вокруг все болеют и чихают и короной болеют и если честно я очень боюсь ее вести потому что много людей ходит без масок и в принципе уже как-то становится напряжно опять у нас городе по 100 заболевших каждые сутки число растет насколько я знаю поэтому я не знаю как там саянске будет обстоять вот эта вот ситуация как это все будет происходить посмотрим очень надеемся что у нас удастся съездить и покрестить дочь у мы сейчас готовимся все приобретаем продумываем как что будет вот и хотим чтобы это уже наконец воплотилась в жизнь сейчас у нас другая стоит дилемма нам нужно придумать имя для крещения я ищу имя святых чтобы она была производная с авелиной что-то типа а вы или авды я вот думаю но не знаю еще насколько это будет так если такие святые где-то встречала но сейчас найти не могу почему-то повторно имя святого в день принято православие братья да вот если она родилась 30 значит я 30 смотрю по календарю но там у нас святые марина маргарита вероника надежда есть но я пока еще думаю насчет этим насчет этих имен не знаю если честно как назвать вот так что сейчас у нас другая дилемма придумать теперь имя для крещения по поводу нашего вообще возраста развития сейчас у нас все хорошо мы уже преодолели рубеж два месяца нам пошел третий месяц следующие влоги естественно вы будете видеть еще они будут доходить а потом будет момент когда уже они закончатся я вам сообщу о влоге что вот наконец мы снимаем вот сейчас и и прямо здесь и сейчас влог выходит актуальный вот обещаю вам это сказать что вы понимали коля гуляет цивилины на улице на коляске сегодня первый раз одели комбез мы купили и теплый зимний комбинезон у нас сегодня первый раз пошел снежок вот так у нас то снег то солнце вот разная погода поэтому сегодня надел ей комбез в виде конверта и повел ее гулять в парк у нас тут недалеко есть парк и вот он с ней там гуляет пока я вам тут снимаю вот в принципе все что я вам хотела наверное рассказать самое главное сообщила вам наконец имя теперь вы будете его знать и пожалуйста не думайте что мы от вас скрываем намеренно специальные ходим там не сообщаем ну как то вот так пошло что мы сразу не сообщили на выписке там или по приезду домой а потом как-то по ходу пошло вообще про это забыли как то вот ну как то так честно и получилось вот сейчас вы уже знаете так что пишите как зовут ваших девчонок я знаю что мне много мамочек есть среди подписчиков поэтому напишите как зовут вашего ребенка девочку или мальчика будет интересно почитать сколько у вас детей как вы их назвали и почему вы так назвали вам всем спасибо что посмотрели это видео ну и встретимся в следующем так что всем пока пока мальчика мальчика и мальчика и мальчика и